доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели снова мы на площадках продолжаем разбирать фундаментальные события минувшего дня говорить о событиях дня предстоящего и стараться спрогнозировать учитывая то что мы фундаменталисты как эти события могут повлиять на динамику тех инструментов которыми мы спекулируем друзья сразу перейдем к содержанию экономического календаря сегодня важный день поскольку сегодня много стоящей и достойной нашего внимания статистики по штатам чего стоят только данные по темпам экономического роста годовые данные по ввп которые выйдут в 15-30 по московскому времени учитывая то что этот отчет друзья имеет очень важное значение для американской экономики для нас для будущего вектора возможных фидрезерва сегодня после выхода уже данных все зависит от того какие цифры мы с вами увидим будет целесообразно порассуждать действительно ли актуален риск рецессии для американской экономики с учетом вот этих цифр либо есть отдельные сектора которые смогли вытащить экономику снять этот риск американского экономического спада и успокоить инвесторов я все-таки склонен полагать что не нужно закладываться по то что экономическая конъюнтура складывается довольно неплохо в рамках сша я привожу вам доказательства постоянно статистически что очень много направлений секторов экономики на которые ранее делалась большая ставка начинают реально буксовать и вот последнее разочарование у нас было связано с выходом данных по рынку труда когда вы помните мы разбирали последний нонфарм пэрлс и обратили внимание на замедление темпов роста зарплат в частности вчера заявки на пособие по безработице мы привыкли говорить об очень хороших цифрах всегда у нас была тенденция снижения но в этот раз резкий рост 230 тысяч обращений да это конечно же еще не приговор потому что принято считать что если заявки на пособие по безработице по цифровому значению находится ниже 300 тысяч это позитив это доказательство того что сектор восстанавливается и американский рынок труда остается на подъеме но согласитесь что рано или поздно любая тенденция меняется и обращая внимание на заявки на пособие по безработице мы не смогли бы разом увидеть примеру 193 тысячи потом 200 тысяч и следом сразу 300 с небольшим то есть этот переход должен быть плавным и мы можем уже потому как начинают расти эти обращения понять что рынок труда стал сдавать оппозиции я не хочу очень сильно клеймить сейчас американский рынок труда потому что мало еще в целом дополнительных вводных статистики но я считаю что первые признаки слабости уже остановятся настолько очевидными что игнорировать их пожалуй нельзя ладно друзья по доллару мы еще поговорим также как и по американской экономике из других отчетов на которые стоит обратить внимание это данные по индексу расходов на личное потребление тоже идет прицепом 100 данные из сша важная статистика это фактически индикатор роничных продаж а роничные продажи мы с вами связываем с инфляцией непосредственно выходим на решение федрезерва относительно процентной ставки в 1700 мичиганский индекс доверия потребителей отчет который позволит нам оценить не только скажем помимо бизнес оптимизма на котором обращаем внимание но еще и настроение среди рядовых домохозяйств и потребителей в 20 00 статистика бейкер-хьюз по количеству нефтяных терминов вот на этой ноте я предлагаю перейти непосредственно к тому что происходит на рынке нефти 73 45 сейчас дают за баррель бренда хай вчерашнего дня 74 73 участники рынка покупатели намеревались протестить сопротивление 75 но вы видите пока что силенок им не хватает уверенности тоже и это лишь остается точнее падение этого уровня как наше с вами гипотетическое рассуждение и возможно уровень который мы хотим конечно же протестить учитывая то что мы поставили на как рассрочный рост до этой планки откуда впоследствии будем агрессивно продавать и покупатели не смогли добраться до этого уровня даже несмотря на нависшую угрозу дефицита предложений за всем известного уже неоднократно обсуждавшегося нами в том числе на этой неделе решение администрации сша относительно а санкций в отношении тех стран которые продолжат закупать иранскую нефть после 2 мая то есть вдоль и поперек мы уже рассуждали как было что есть сейчас почему это риск и так далее ну видимо участники рынка не готова пока перейти к агрессивным покупкам в отыгрывая опять же потенциальный дефицит предложения может быть и из-за того что штаты уже дали понять что мировая экономика ее спроса ее запроса на сырье будут полностью удовлетворены за счет рост активности в странах ближневосточного картеля и в этом кстати и скрывается самый главный сдерживающий фактор потому что если страны опек начнут увеличивать производство нефти фактически это поставит под вопрос продления энергетического пакта на второй полугодии 2019 года и поднимет вопрос дополнительно на целесообразности сохранения и в силе этого соглашения до конца первого полугодия поэтому сейчас на рынке очень сильно активно навязывают свою позицию продавцы это в частности связано еще и с тем что продавцы конечно же прекрасно понимают что если страна опека вернуться на рынок с прежними показателями нефти добычи то скорее всего соглашение энергетический пакт принципе придется свернуть вот в ближайший месяц может быть даже два со всеми вытекающими друзья отсюда последствиями также на стороне потенциально продавцов и данные по запасам которые мы проанализировали накануне это и запасы нефти которых я говорил это и объем нефтедобычи в сша кстати он снова вырос на 100 тысяч баррелей важный момент не забывайте потому что мы продолжаем оценивать параллельно состояние спроса и предложения поэтому сейчас ссылаясь на то что происходит на на рынке нефти в плане новостей шансы в прямом смысле равны и у покупателей и у продавцов я ориентируюсь друзья на то что 75 все-таки пойдет после чего мы будем с вами агрессивно продавать и уже как бы настраивал вас на то что скорее всего у нас будет с вами база для того чтобы насладиться вот этой будущей потенциальной коррекции уж не верю в то что рост сможет быть продлен выше 75 потому что вот этот риск дефицита предложения он появился в плане новостей тут же нейтрализовался тем что есть регионы которые легко затмят выпадающую скажем выпадающий ран если в конце концов те импортеры которые сейчас закупают в довольно больших объемах это больше 1 миллиона баррелей в сутки иранской нефти все-таки трухнут перед соединенными штатами америки на предпочтут не переходить им дорогу а просто поискать новых поставщиков хотя с китаем мы тоже пытались с вами разобраться удастся ли сша запугать китай настолько что они свернуть свои партнерские связи с ираном это тоже большой вопрос имидж очень болезненный потому что эту тему мы с вами увозили в плоскость рассуждений будущих договоренностей по торговому соглашению между сша и китая друзья доллар иена 111 63 под давлением американская валюта как я и говорил в принципе факторов было очень много возможно сейчас американской валюты снижается против иены из-за как раз геополитических факторов о которых мы говорили не раз это геополитика которая повысилась спрос на защитные инструменты иена как вы знаете самый крутой представитель из них сегодня мы уже сместим фокус своего внимания с геополитики непосредственно на американскую статистику потому что сегодня как я уже отметил выйдут данные по темпам экономического роста и почему я продолжаю настаивать на том что мы не должны отказываться от идеи связанные с тем что потенциально в скором времени у нас будет с вами очевидная возможность говорить о рецессии американской экономики если сейчас вы откроете динамику темпов экономического роста то есть ввп сша это возможно сделать через любое более-менее уважающийся экономический календарь там есть тенденции вы сможете увидеть то что я на самом деле прав потому что судя по последним отчетам которые мы получали по экономическому росту сша у нас уже очевидная нисходящая динамика из трех месяцев подряд сначала у нас было 42 показатель экономического роста потом снизились до 3 и 4 потом до 2 и 2 и сегодня друзья я хочу обратить ваше внимание что по прогнозам ожидается еще большее снижение ну как минимум на 0,1 процента с 2 и 2 до 2 и 1 поэтому если текущий месяц уже предварительные данные пусть таковыми они являются укажут то что вот эта тенденция нисходящая сохраняется я думаю что на рынке вернуться разговоры о том что американская экономика явно буксует и в конце концов если непосредственно не сам отчет не риск вот этой рецессии приведет к тому что доллар должен оказаться под давлением то по крайней мере разговоры о том как эта статистика отразится на будущем векторе монетарной политики федрезерва уж точно должны сделать свое дело тем более что накануне мы снова с вами наткнулись на комментарии кудлоу отметившись что федрезерву необходимо снижать процентные ставки и снова кудлоу говорил про низкие значения инфляции я в принципе с ним абсолютно согласен потому что если оцениваете базовый индикатор индекса потребительских цен сша то там тоже нету восходящей тенденции которую кстати некоторые мои коллеги почему-то и где-то высматривают поэтому по доллару иене с оценкой на потенциальную рецессию сша и это пусть и пока что ожидания предположение но все-таки она основана не на пустом месте я бы рекомендовал вам и дальше продавать ориентиры вы знаете как минимум тест отметки а 111 фунт против доллара 12901 лоу вчерашнего дня 128 64 нам не хватило 60 пунктов чтобы сделать друзья нашу цель но еще не вечер вы видите то что фунт неуклонно движется именно к этому ориентиру стоило только на рынке появится разговором о потенциальной отставке терезы мэй соответственно вот у меня доверие это усилило политические страсти и снова отправила фунт к тем уровням которые являются у него более справедливыми евро против доллара 1133 лоу вчерашнего дня 1116 я думаю что очевидно после пробоя поддержки 1 12 у нас развивается с вами нисходящий тренд пока что я могу сравнить его с небольшой тележкой которая откатывает но эта тележка может перерасти в мощь локомотива тем более что есть у нас предпосылки указывающие на то что евро нужно продавать и мы с вами вот варимся в каше вот этих экономических перспектив монетарной политики понимаем что на фоне последних данных евро а будет снижаться потому что евро будет именно тяготеть вниз под давлением мягкой экономической политики и сейчас еще есть дополнительные риски я их раньше не разбирал потому что они тоже были предполагаемыми потенциальными но сейчас поскольку мы видим то что евро снижается любого дополнительного негативного основа будет достаточно чтобы сделать цель 1 11 и приблизиться к уровню 1 10 друзья ну это пример его снижение рейтинга италии вполне возможно со стороны снп это решение сша вести пошлины на европейские автомобили не стоит недооценивать этот фонд то что если на рынке о нем не говорили вчера это не значит то что он не подразумевается в принципе и в любой момент эта новость может стать достоянием общественности будьте к этому готовы доллар канадец 13478 заседание значительно заседание банка канада оказала влияние на а курс национальной на валюты мы видели хай а пары доллар канадец выше отметки 135 собственно как и ожидалось банк канады отказался от направленности к жестком монетарной политики открыл путь все для смягчения процентной оставки и снижение процентной ставки и конечно же мы ориентировались с вами насколько будут пересмотрены прогнозы по экономическому росту на фоне очевидных проблем с инфляцией с розницей на фоне падения производства нефти в главной нефтедобывающей провинции канады альберте на фоне замедления рынка недвижимости и падения как и негативного показателя бизнеса оптимизма но фактические цифры как вы помните превзошли даже самые смелые ожидания с кептиков потому что прогноз был пересмотрен сразу на целых пять десятых процентов это конечно же друзья очень много на фоне такого прогноза на фоне признанной позиции уже подтвержденный банка канады что теперь ставки будут снижаться друзья я позволил себе еще ранее сделать заявление что скорее всего нас открывается дорога для доллара канадца движение там в район отметки 1 и 4 буду держать вас в курсе именно непосредственно по уровням как что будет дальше пока что давайте скажем сохраним статус наблюдателей все-таки мы уже пофиксили цель сделали добрались до профильного ориентира но я думаю что на следующей неделе прямо с понедельника я вам там новую сделку друзья австралии с против доллара 070 23 лоу 069 86 если вы все-таки дождались планки 070 друзья вы большие молодцы значит вы гораздо более смелее чем я потому что я закрыл оппозицию чуть повыше думаю что в очередной раз рынок не позволит скажем самому себе опуститься в районе 070 ну как вы увидите оказались ниже тоже пока новых сделок давать не буду собственно впереди неделя также там будут отчеты и по австралии хотя у нас уже с вами очень хорошее наследие почему австралийца нужно списывать особенно после того как пал уровень 070 это данные по инфляции снижения как вы помните на 0,5 процента годового значения с одного и восьми до одного и трех и соответственно индекс цен производителей тоже компоненты инфляции которая вышла несколько часов назад спад с двух процентов до одного и девяти еще одна предпосылка тире предвестник того что инфляция так и останется друзья под давлением в общем на этом собственно всем хорошей вам торговой сессии пятницы закрытия недели замечательных выходных друзья соответственно увидимся мы с вами на а следующей неделе как и всегда жду вас хорошим настроением будем основу возвращаться к нашим старым добрым спекуляциям и детально анализировать фундаментальный фон всего доброго до свидания